Задание 5 у нас завершено. Задание 6. Проверьте, все ли элементы массива более 10. Делайте метод every. Давайте посмотрим, как он работает. Так, ух ты. Massive every, callback, current u, index. Давайте посмотрим, что это такое. В общем, функция проверки каждого элемента принимает три аргумента. Текущий обработанный элемент мотива. Индекс текущего обрабатываемого элемента. То есть, current u это обработанный, обрабатываемый. И сам массив. Необязательный параметр значения. Значение используется в качестве this при выполнении функции callback. А, ну вот, а то что-то меня здесь спутал немного. Что-то я не совсем понял, как это работает. Вот, 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 все правильно. То есть, мы просоздаем функцию, передаем ему три значения. Так, стоп. Передаем просто функцию, и создаем ему три значения. Функция логична. Если элемент больше или равен 10, тогда мы записываем этот элемент сюда. То есть, по факту, нам нужно вывести в массив числа больше 10. Верно? Верно. Как лучше будет? Здесь, конечно, легче видно, да? А стрелочная функция следующим образом. Массив. То есть, мы можем сюда передать переменную. Как это переменную задать every? Дальше, элемент. Стоит, что функция элемент больше равен 10. Так. Давайте попробуем сначала стрелочную. Мне просто интересно, каким образом это работает. Так, для начала, давайте мы также копируем эти числа. Так, это фиксируем. Давайте делаем еще там пару строк. 5, 8, 7, 5. Все нормально. Далее. Мои значения перемены. То есть, мы numbers. Умножаем на every. Так. Дальше мы задаем элемент. Вот этот элемент. Здесь целый элемент. Больше или равно 10. А, элем, элем. Здесь числа должны быть одинаковые. То есть, мы можем... Ой, это значение. Вот так должно быть. То есть, в этом случае, так как это не функция, нам нужно задать значение. Let. End. Хоть быть. Один меньше. Конечно. Равняется. Вот так. А теперь у кроме вывести. Log. End. Давайте проверим, что у нас из этого получится. True. Что true? Задание у нас как звучит? Если мы делаем 9, тогда будет false. Да, это есть. Теперь я понял, как это работает. Так. Теперь сделаем то же самое, но через... Как он называет? Через обычную функцию, да? То есть, здесь у нас стрелочная функция получилась. А теперь сделаем обычную. Numbers мы оставим как есть. Numbers. Сумма. Вот так. Возьмем ее. Куда передаем значение Numbers. Вот так вот. Далее мы Numbers. Точка. Я верю. А тут у меня даже сам подсказывает элемент-элемент. Больт или равно 10. И теперь нам необходимо вывести значение этой функции. Numbers. Numbers. И передаем туда Numbers. Вот так вот делаем. Это все правильно, потому что у нас должно быть вот это разное. Давайте проверим. Так, вот это мы комментируем, чтобы она нам не помешала. И вот это покомментируем. И проверяем. Набыть. Набыть. Он вообще не понял, человек, что я от него хочу. Так. Стоим функцию Numbers. Набыть. Стоим туда значение Numbers. Нет, нам нужно передать туда значение Numbers, просто брать. Дальше. Я видим элемент-элемент. Ну-ка, если еще раз, давайте проверим. Мандыфайд. Не понимаю, в чем дело. Так, давайте найдем ошибку. Стоим функцию. Стоим функцию. Переверяем ему значение Numbers. Хорошо, передали. Дальше. Мы проверяем. Number, Evelyn. Элемент. И элемент больше. А, я же return не использовал. Вот так должно быть. Теперь давайте попробуем вывести. Еще раз. Получилось. Опять это был return. Что ты хочешь сам? Считай, что это сделано. Давайте мы продублируем Numbers. Вот так. Размитак, Numbers. SS сделаем, чтобы у нас отличалось. Вот это мы переносим сюда. Это мы убираем вид консоли. Произер. Как это называется? Комментарий. Теперь давайте сделаем так. Так. Оставляем сюда. Теперь. Я для этого пятое задание. Двумя. О, так. Двумя. У меня. С полцом. Барни. Кверь, его не зачтим его. Давайте подождем. Есть большое замечание. Во втором способе вы назвали функцию Numbers. Но, похоже, она ничего не суммирует. Это логично. Название функции должно отражать в этом случае более подходящее было бы название Я такое название не задавал. Я потом не потом не вспомнил, что она означает. Ну, ладно. Вы используете Numbers. Хотя должны были использовать Numbers. SS. Ну, да, согласен. Согласен. Там-то я поменял, а здесь я что-то и так. Вот же, она прям прям подпроиспечивает то, что такая функция не найдена. То есть, там надо было вот так вот сделать, тогда он особо заработал. Так, ну, давай-то. В любом случае, задание у нас завершено. Теперь, самое главное, давайте мы оставим комментарий. Да? Создаем перемен перемена Numbers назначение создаем перемена и присылаем и присылаем значение. Это же правильно называется, если я назову ее стрелочная функция. верно. Которая проверяет. Которая проверяет элемент в матери больше 10-ти. да, труд. В первом случае лу-а-я полз. Познай здесь. Так, здесь мы делаем то же самое. Вот так вот. Но здесь уже немножко к другому. Создаем функцию. Поздаем намбер. Переменный намберс. Возвращаем назначение номберс. Переменный номберс. Которая проверяет а а на русском. Которая проверяет значение элемента нет. Которая проверяет является значением больше или давно 10-ти. нет. Труд. Проективно слухи. Отлично. Это мы сохраняем. сохраняем так это задание мы завернем ведь мы проверьте есть ли хотя бы один элемент в массиве больше десяти используйте метод сам давайте проверим вообще что он сделает и немножко так вот у нас массив дальше мы отходили на 2 что не понял еще раз немножко не понял я наверно не тот вопрос этот сом вот у нас массив дальше мы используем метод сом для этого массива чек и даут передаем ему значение чек наут дальше создаем функцию если чека даут больше 17 на 0 больше 18 то передаем ее обратно функцию да вот это больше похоже там скорее всего ошибочно было с другими словами а на хрена нам метод этот если мы просто можем самой функции это ввести это немножко не понял давайте мы спросим у бота вообще смысл и перемены все что она делает и скажи скажи про и 0 не понимаю она работает Спасибо. Так, метод SOM является методом массива, который проверяет, выполняется ли предоставленная функция callback хотя бы для одного элемента массива. Этот метод возвращает болевое значение true, и с callback возвращает истинное значение хотя бы одного элемента. В этом случае false. Рассмотрим вашу задачу. Проверить, есть ли хотя бы один элемент в массиве больше 10. Используйте метод SOM, это поможет решить следующим образом. Так. Мы с вами константы. Вот где он эти названия берет, непонятно. Нам про SOM, если нам. А, то есть мы передаем значение стрелочной функции. Нам нам больше 10. И все, что. То есть по факту просто SOM проверяет, правильно ли наши действия, да. То есть, не так, не так, не даже правильно. А есть ли наш вопрос в этом массиве и говорит, да или нет. То есть true или false. Понятно. Вообще easy задание. И так, давайте мы это быстренько сделаем. И, наверное, немножко сделаем подпуск на небольшой. Как говорится, можно сходить по делам. Так. А, функция здесь вообще не нужна. Все, супер. Так. То есть мы создаем константу. Даже мы, например, переменами, точнее константы, непонятно. Так. Назовем ее numbers. Называем numbers, а у меня numbers. И делаем. Один, два, три, семь. Все, зайдем. Дальше. Здесь нам необходимо задать следующий. Мы используем. Так. Констант. То есть он создает дополнительный констант. Ну, это, в принципе, логично. Потому что нам же нужно как-то вывести. Хотя можно не использовать константу, а сразу использовать этот консель-лог. И туда вывести это значение. Мы так не делаем. То есть мы в этом значении вводим numbers. Используем переменную сумму. Метруйцом. Извиняюсь. Так. И сделаем это вещь. Метруйцом. Проверяем. Numbers. Больше на пяти. Больше или равно пяти. Давайте так делаем. И он нам должен в консоли вывести, да или нет. Не вывел. Проверяем так. Нет. Ленд здесь не нужен. А, а какую хрену сорту использовать? Я же сом использовал. Вот так. Интересно. Не посмотрел. Он раз поменял. Все. Отлично. Если сделаем 10, ну, давай 15, то укажет false. Верно? Да, false. Все, супер. Так. Теперь давайте сдаем переменную. Дальше. Результаты. Нету, да. труб или пол давайте мы зачтем то что это задание у нас сделано то что ребята вот мне нравится реально нравится использовать стрелочные функции они намного меньше места занимает это это круто окно ладно давайте мы это зафиксируем так это у нас получается какой 6 до 7 знаний это 7 я завершил седьмое задание видишь а вот или надо правильно использовали метод сонах для проверки так и как ты мне предлагаешь еще раз откроем наш код предлагает нам а то есть он мне на просто предлагает использовать нам а результат у нас принципе останется то же самое потому что сам он так и другие методы использую создает дополнительный массив и дамы и давайте наш консоль поменим метод а сон который сдает массив перемен и именно ее мы проверяем на условии давай давай делаем а вот такой отлично седьмое задание у нас за чтеном так восьмое задание пока приступать не буду потому что нам нужно рулятся скажем преобразовать строку в массив слов и все мы же блин уже делать вот вот делали первое мы создаем переменную ошибку переменную текст и название это наше восьмое задание давайте мы создаем даже в консоль записываем следующий а текст . так задание нас какой стрит но вот это лишнее оно не нужно мы просто используем следующее мы делаем вот так в принципе все наше задание завершено давайте мы просто проверим отлично мы пойдем или я ну есть а как называется выводим переменной и метода и это не применять мы переводим значение метода консоль то есть мы из строки делаем массив где элемент элемент сила проверим вот задание проверьте его и Спасибо. Да, да, не 7 и 8, осталось нерешенным. Ну да. Так, ну-ка. А что это он не зафиксировал в 7-й задании? Вот задание 7. Вот задание 8. Отлично. Да, я что-то сам ошибся, как нам указал 9. Так, а пока нет. Отлично. Ну, давайте посмотрим, что там. Делать первую букву каждого слова в строке заглавной. А, это с помощью индекса делать. Все, я помню, помню это. Но это чуть позже. Точнее, мы можем прогуляться немножко. И будем после продолжим. Так, пока что все. Чуть-чуть позже. Все. Пока-пока. Для вас это пройдет буквально 1 секунда. Для меня это пройдет 2 часика. Как бы нужно отдохнуть. Итак, давайте продолжим. Время 18.29. Как бы я свои дела закончил. Теперь продолжаем обучаться. Так. Следующее наше задание. Это задание номер 9. Если не ошибаюсь. Так. Делать первую букву каждого слова в строке заглавной. Используйте метод сплит и мап. Раз используется мап, значит, это должна быть функция. Итак, поехали. Так, выписываем функцию, которая будет называться app.face. В чем бы и нет. И передаем значение текста. Отлично. Теперь давайте мы вот тут делаем константу и передадим сюда значение. К примеру, это... Второе. Так, я не знаю, почему ты менять. Раз показываешь. Сейчас пюре все время делаю. А, ну да. Нам же нужно название константу и передать. Это наше девятое задание. java script до 23.0. 3.2023.9. Сентября. Так, отлично. Теперь нам необходимо построить функцию. Здесь мы делаем return. Берем условие. Иначе у нас ничего работать не будет. Делаем текст только map. Да, здесь мы сдаем новый массив. И здесь нам нужно... Так, текст. Давайте делаем текст. Я понимаю, что обычно здесь должно быть меньше буквы. Меньше текста, да? Но в этом случае у нас будет так. В следующий раз мы справимся. Так, текст. Дескрипшн. Мы... Умножаем на... Так, что там нам нужно сделать? Сплит. 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 А что он делает? Давайте еще раз вспомним. Я иногда забываю. Так, сплит. Джейс. А, кажется, сплит же он перевозит в массив. Верно? Верно. Все правильно. Теперь давайте посмотрим, что конкретно у нас сейчас появилось в консоли. Поэтому мы весь текст вызываем и переносим сюда. Теперь давайте посмотрим. Так. Сейчас выдал ошибку, так как текст map не найден функции. Вопрос, почему не найден? Текст. Что говорит? Текст. Аптис. Так, давайте подумаем еще раз. Почему он выдает украшенку? Текст. Текст. Мап не найден функции. 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 Подожидите. А если мы делаем немножко по-другому? Вот это убираем, да? Так. Для текста мы сразу создадим сплит, да? Чтобы превратить его в массив. И дальше мы создаем map, которым нам необходимо выделить что-то. Давайте сначала проверим, а это работает или нет. Поэтому также вызываем аптис текст. раз у нас появился массив. Супер. Раз у нас появился массив по деталям, то теперь мы можем уже применять сприт. Зачем нам map? Я что-то не пойму, вот в этом примере. Чего нам map? Сказать, под переменную. Если это переменно, что-то делать. Так. Выбирать индекс map. Ну-ка, если мы так зададим. Просто программирование это такая штука, когда нужно думать. Так, покажи мне пример. Так, нет херня. Вот, вот это уже интереснее. А, все, я понял, для чего map нужен. Все вспомнил, в этом случае. Когда смотрите, мы что делаем все-таки, мы делаем map. здесь нам необходимо делать следующее. пушечка. Партин. По функции здесь нет, поэтому делаем вот так. Здесь делаем return. форм. Ничего другое, что ждало столько за 5. А, map же как не делается. Здесь мы дополнительно делаем текст. Здесь текст аркейс нужен, но для начала нам нужно сначала найти его. Поэтому делаем следующее. вот так. Теперь текст индекс мы можем что-то делать. . . . . . . . . . но нет, он выдает ошибку. Значит здесь нельзя это использовать. Вопрос. Где мы ошибаемся? Так. Вот мы создали мап. . А если мы делаем вот так? все равно ругается ругается он почему-то на запятую вопрос почему я вот где-то я близко не могу понять что конкретно он хочет то что может здесь надо ретерность пользовались подругается и меня подругается не здесь я где-то ошибаюсь но это бессмысленно если я на кредо сорно ошибку сюда войти когда вопрос где же я ошибаюсь мы получили массив раз мы разделили текст с помощью сплит 2 далее мы создаем новый массив а вот и зараза а я думаю чё никто я забыл поставить херню с индекс . какой там этот был так вот вот чисто теоретически сейчас первый элемент каждого слова должен стать с большой буквы давайте проверим но нам дает ошибку ошибка звучит следующим образом то а перкис не найден данной функции но давайте пока что уберем не так посмотрим андерфон как бы видит но не видит это херню то есть а может нам об и не нужен давайте мы делаем вот так попробуем с моим от убираем так если мы делаем так первым дает ошибку чар-код от ненайзен функции возвращаем обратно как было который мы стоим новый массив и этому массиву мы сдаем пусть а если мы делаем не так а делаем так то есть заставим все буквы стать большими верно выдают ошибку а ошибка не найден функции я спрошу буду я чуть-чуть не понимаю нет стыка а не а а ну даже если так а сейчас он дает но не вам нужно вернуть текст индекс и скалбек функции map после преобразования в верхний регистр в аргументе функции map лучше не использовать то же имя что и исходная переменная текст это может быть запутанных метод ворта то есть еще раз return используем давайте а таки есть все правильно return текст сплит map ну пусть будет у нас индекс это нормально вот тут нам надо указать ритер вот я хотел на 100 раз у меня другая была поэтому я не увидела этого нам не объединяет пока не надо потому что у нас немножко другая задача ставить вот отлично но но нам нужно найти первый индекс то есть выбрать первый без выбрать первый индекс индекс of естественно мы выберем индекс укажем 0 и укажем посмотрел в этом нам ошибку или вас все нормально будет нет сейчас мы даем ошибку и ругаемся на апперкейс хорошо вот так мы сделаем запуск минус 1 почему минус 1 0 это я не то если передавать не будем а у нас чтобы видеть и сам хочу додуматься без бота окей окей давайте на ней индекс давай попробуем как там было первый индекс map.js если так вот он так и говорит то есть ну а если а чар арт что у нас давайте посмотрим ар арт указывает символ и строки и вот давайте попробуем так сделать арт 0 то есть нам нужен первый индекс и посмотрим следующим а по она а у нас то получилось плюс так но теперь нам нужно чтобы последний текст уже приравнялся мы получили первый текст окей 1 теперь нужно получить все элементы после первого элемента джейс получить все буквы кроме 1 это не то не то не то не то не то а получить 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 и буквы кроме 1 и и и а в а вроде что-то такое было вот вот это нам нужно сам стр начиная с первой буквы плюс а текст так 1 посмотрим что из этого получится он выдаёт ошибку так как просто не понимаешь что я кого хочу стр с маленькими буквами я догадался сделать это сам заметьте мне кроме документации джейс никто ничего не помог я не обращался к этому вот значит я развиваюсь и что задание сделано а теперь давайте просто мы это закомментируем создаем улица а перис и даем отлично с можно ли и до какого предела можно использовать сюда критер то есть по елочке и судить сколько раз можно использовать мне кажется бесконечно просто нагрузка что я даю снять чисто теоретически должна быть так ладно обращаем или не ноги и массив где где каждое слово сохраняем окей далее после создаем новый и идиет новый массив с инвес где для верминат это выписать он забрать а переменным и получаем только 1 индекс 0 вот ты преобразуем ее небольшой буква так слота называется мы маленькие большие так мы знаем о чем я говорю ну пусть будет так это служба так большие пуха помочь его то пристает мы выбираем весь этот ровно и ровно просто полюб ассов имеет мы делаем это правильно теперь давайте проверим чтобы здесь уточню девятое годами его апки принимает в качестве аргумента стоит работать на строку ма применяет каждое слово в массиве где укажу каждого слова эти две части соединяется создавая слова с первой буквы верхнем регистр результат выводится в консоль код описан корректно выполняет заданную функцию задание выполнено успешно и давайте посмотрим что задание